Госпожа министр, я правильно понимаю, что вы вчера уже выступили на саммите по борьбе с будущими пандемиями? Да, вчера было первое заседание высокого уровня в рамках Генеральной Ассамблеи, 78-й сессии. Все системы здравоохранения, министры, главы государства обсуждали, как быть будущим. Если столкнемся с такими глобальными вызовами. И урок хороший, который нам дал COVID-19, что страны должны вместе, сообщая, бороться с такими глобальными вызовами, инфекционными заболеваниями, может, какими-то еще такими масштабными, чрезвычайными ситуациями. То, что было при COVID-19, неприемлемо, так как многие страны не имели лекарственных препаратов. Доступ к вакцинам, даже доступ к каким-то медицинским изделиям, ИВЛ-аппаратам, это привело к большому количеству жертв. А вы про опыт Казахстана рассказывали, да, вчера? Да. Казахстан, как и другие страны мира, столкнувшись, сразу принял такие масштабные мероприятия. И в том числе приступили к разработке своей национальной вакцины, которая и в дальнейшем и помог нам быстрее локализовать инфекционную болезнь и спасти много жизней. Конечно же, были проблемы также лекарственными новыми препаратами, которые изобретались уже в других государствах, но доступа не было тем, у кого этих препаратов не было. Поэтому мы сейчас с другими странами, которые имеют доступ к высоким технологиям, делаем соглашения, хотим вместе участвовать в научных разработках, клинических исследованиях. Для этого мы пересмотрели свое законодательство, чтобы оно было более гибкое, чтобы мы могли участвовать в этих исследованиях. А во время самой пандемии вы участвовали в КОВАКС, например, то, что Всемирная организация здравоохранения распространяла вакцины или нет? Мы не участвовали. Мы не участвовали. У нас была поддержка со стороны Российской Федерации. Первым была предоставлена вакцина «Спутник». Потом появилась наша своя собственная вакцина «Казвак». И вот так, скажем, появился коллективный иммунитет в стране, который нам помог без, скажем, без таких высоких потерь обуздать эту инфекцию. Госпожа министра, а сейчас ситуация с COVID-19 как развивается? Сегодня в стране эпидемиологическая ситуация, она благоприятная. Единичные случаи коронавирусной инфекции регистрируются. И мы видим это вот типы омикрона, который, в принципе, протекает легко, легкое течение. Осложнения бывают у пожилых людей, которых мы также сейчас вакцинируем. Понятно. А сегодняшнее заседание, оно посвящено какой теме было? Сегодняшнее заседание, оно посвящено всеобщему охвату услугами здравоохранения. Это очень актуальный вопрос для многих стран. Вот я слушаю своих коллег, других стран вижу, что есть страны, где не могут охватить свое население первичной медико-санитарной помощью. В нашей стране стопроцентный охват услугами здравоохранения даже в тех населенных пунктах, скажем, аулах, в которых живут 50 человек, до 50 человек, они уже охвачены медицинской сестрой, медицинским персоналом, который следит за здоровьем, проводит профилактические прививки, ведет динамическое наблюдение, распространяет бесплатные лекарственные препараты. И эта работа поставлена. Казахстан является родиной Алматинской декларации, принятой еще в 1978 году, когда первичная медико-санитарная помощь призвана была основной, что во всем мире все человечество должно обеспечиваться первичной медико-санитарной помощью, охватом, всеобщими услугами. И об этом сегодня будут говорят и будут говорить главы государства, министры здравоохранения. Сегодня мы, Казахстан, будем говорить, что опыт нашей страны, внедрение Алматинской декларации, в 2018 году состоялась глобальная конференция ВОЗ и принята была Астанинская декларация, где четко было дальше расписано, как надо развивать первичную медико-санитарную помощь. И в этом году, в октябре 2022-2023 года, будет глобальная конференция ВОЗ, также посвященная вопросам ПМСП. И мы будем обсуждать там, как дальше будет развиваться ПМСП. Многие эксперты мирового уровня первичной медико-санитарной помощи приедут к нам, в нашу сторону, и мы наметим планы на будущее. Будущее ПМСП на какое и как мы будем обеспечивать охват услугами здравоохранения. Ожидается, что более 100 стран приедут, 600 делегатов будут участвовать оффлайн, более 2000 делегатов онлайн, в таком гибридном формате пройдет конференция. И я буду в своем выступлении приглашать своих коллег посетить нашу страну и участвовать в этой глобальной конференции. Госпожа Министра, вот скажите, в рамках первичной медико-санитарной помощи, какие последние инновации, нововведения, реформы были в Казахстане? Очень хороший вопрос. Я об этом тоже буду делиться с коллегами. В прошлом году, в марте, Европейское бюро ВОЗ признал опыт Казахстана лучшей и открыл демонстрационную площадку ПМСП у нас в Казахстане в районной больнице. Наш опыт заключается в том, что мы создали мультидисциплинарную команду, где не только медицинские работники работают, но и мы свою команду дополнили психологам, социальным работникам. Это, значит, участковый врач, который является, скажем, руководителем этой команды. У участкового врача три медицинских сестры, социальный работник и психолог. Вот эта команда работает с населением непосредственно. И медицинские сестры, которые отвечают за патронаж детей и беременных женщин отдельно, обученные, которые ведут вместе с социальным работником, ходят по дворам, по домам, выявляют не только медицинские проблемы, но и социальные проблемы. И миссия с социальными службами помогает решать вопросы этой семьи, если вдруг семья попала в тяжелую жизненную ситуацию. Также ментальное здоровье сегодня является одним из важных вопросов. И поэтому эту команду дополнил еще психолог, медицинский психолог, обученный специально работать в команде и помогать населению. И оно дало нам очень хороший результат. Мы эту команду еще мультидисциплинарную усилили тем, что в каждой больнице, в каждой поликлинике есть своя служба поддержки пациента, который расположен возле регистратуры, скажем, на видном месте большими буквами написано, что это служба поддержки пациента. Если есть какие-то проблемы, жалобы, чтобы эти вопросы решались здесь и сейчас. Также мы дополнили эту команду, скажем, с участием самого сообщества, самого населения, создали советы из числа наших пациентов, скажем. Среди них есть уважаемые пациенты, аксакалы, которые непосредственно уже являются мостом между населением и медицинскими работниками при появлении каких-то системных проблем или вот такие жалобы резонансные. Они решают вместе. И когда мы свою эту методику, скажем, свою ПМСП, внедрили эти новые технологии, жалобы снизились в 2-3 раза. Сами пациенты почувствовали, что они участвуют в лечении, скажем, в оказании медицинской помощи. И вот среди населения авторитетные люди сами начали регулировать какие-то конфликты, которые и бывают, так как это связано со здоровьем, иногда с потерей, скажем, с ухудшением здоровья, с родственниками работы пациентов. И на сегодня, когда ВОЗ оценил и признал и открыл одним из первых в Казахстане ту демонстрационную площадку для других стран европейского региона, и таких площадок у Евро-ВОЗа будет три, вот открылся после нас в Швеции. Там больше уклон технологий на телемедицинную, на дистанционные услуги. Ожидается, планируется открыть такую демонстрационную площадку в Испании, говорят. И что оно дает? Нам уже 7 или 8 стран приехало посмотреть и наш опыт изучить. Мы сами еще транслируем этот опыт по другим поликлиникам. Вот хотим изучить опыт Швеции, так как у нас тоже страна большая, и где не хватает где-то именно врачей. И мы бы решили, думаю, очень хорошо с помощью телемедицины, оказанием дистанционных услуг, вопроса дефицита кадров и квалифицированное оказание медпомощи. В этом направлении мы уже работаем. У нас очень хороший есть также контракт с французским коллегами нашими, с правительством французским, которые они хотят свою технологию нам как бы передать. И мы в этом направлении работаем. Тоже по телемедицине? По телемедицине. Самые сегодня все знают, я думаю, об этом не раз сегодня будут говорить, что сильное ПМСП дает нам возможность малыми затратами снизить смертность и улучшить показания состояния здоровья населения, потому что это будет широкомасштабно оказываться. Особенно внимание уделяться будет на профилактику, которая снизит, конечно, инвалидность и смертность. И сейчас мы активно изучаем технологии, внедряем. Самое главное то, что работу мультидисциплинарных команд приняли сами медработники. И они охотно сами в этом участвуют и внедряют. Это для руководства, для менеджеров очень важно. Когда что-то сверху спускается директивно, не то что население, но не всегда медработники охотно его внедряют, время тратится, как говорится, для проведения реформ. А сейчас мы видим, что вот такие технологии, они срабатывают, и медицинские работники, они сами его усиливают, добавляют какие-то, скажем, меры дополнительно, видят, что население идет, и это, в принципе, улучшает взаимосвязь и оказание медпомощи. И, конечно, мы будем широко и сейчас внедряем цифровизацию. Цифровизация, когда через мобильные телефоны не только они могут записываться на приеме, и к врачу узнать свои анализы, это уже через, скажем, и Гофмобайл, у нас есть единый правительственный портал, где есть здоровье, где может каждый пациент узнать свои анализы. И мы сейчас хотим внедрить еще, чтобы они каждую услугу, которую они будут получать онлайн, оценивали. И держали мы связь, насколько они удовлетворены, и пациент знал, сколько правительство, скажем, затратило на его услугу. И это, я думаю, сыграет тоже очень большой роль. По крайней мере, он знает, какие он услуги получает, это примерно сколько оно стоит. Бесплатно получает. Да. В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в рамках обязательного медстрахования. И также мы будем знать, какие медицинские организации или медицинские работники хорошо оказывают помощь и благодарные пациенты. А где-то есть моменты, что надо поработать, обучать специалистов. Спасибо большое, госпожа министр. Спасибо. Спасибо.